И вот вопрос как раз в том, нужны ли вам для этого меры поддержки, или вы как коммерческая компания все-таки ориентируетесь в первую очередь на собственные средства и стараетесь как раз максимально балансировать на уровне эффективности и ретабельности. Тоже интересный момент, если вы заговорили глубже о проектах, естественно каждый проект имеет свою экономику, каждый проект имеет свой срок окупаемости, важная история цифровой войны, про любые исходные технологии, на самом деле не быстрее процессы. Текущие инструменты, которые в первую очередь дорожные карты, которые будем завтра обсуждать, на наш взгляд это первый шаг к тому, чтобы построить этот процесс поддержки. Естественно, нам не хотелось бы, чтобы Костромнеев, Роскет, Сигур и другие представители отрасли делали одно и то же несколько раз. У нас просто получится сборная сорянка, которая не может в себе пользоваться, синхронизироваться. На самом деле, я как раз вначале подумал, что мы присутствуем в круглых столах по направлениям, по министерским направлениям. И, естественно, было бы замечательно, если наши общие задачи связаны, в первую очередь, с нормативными картами, во-первых, а второе, с едиными инструментами финно-техническими, которыми мы будем пользоваться все, как основная подложка, такие как платформы, такие как инструменты широкого применения, что они будут едины, и в этом будет господдержка. Понятно, что каждая компания в этой деятельности не готова заплатить разработку продукта, который потом пойдет дальше, в большом, большом продукте. Какие-то частные отраслевые вещи, возможно, это интересно самому бизнесу, но, опять же, каждая компания смотрит на свой вектор развития по-разному, у нас не тихий, вот, и у своих других компаний тоже свои вектора. Может быть, кто-то решит, если остальные гиганты. Но это вопрос для них. Мы не ведем компания. Понятно. Александр, спасибо большое. Время нашей сессии подходит к концу. Я хотел бы обратиться в зал. Есть ли вопросы? Владимир Патрульев, здесь прибор. Вопрос очень простой. Мы много здесь говорим о том... Владимир Патрульев, здесь прибор. На моих группах САВА, на моих предприятиях говорят о том, что вот, мы смотрим стартапы, проекты, мы не знаем, как будет это полезно или как будет бесполезно. А почему бы вот предприятиям не задавать тему, например, вот, есть история с САВА. Ну, вот, если все нахрапывают, возьмут, скинутся, ну, будет, ну, у нас САВА нормальный. Причем скинутся не только деньгами, а скинутся требованиями, прежде всего, и договорятся друг с другом, как они будут сопряжаться. Потому что цифровая экономика — это, прежде всего, экономика сопряжения. И если вы сделали продукт один, продукт второй, продукт десятый, вы еще тратите огромные деньги на то, чтобы сделать это сопряжение. Это проблема, например, Министерства обороны, которое вот просто, вот, 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 основные бюджеты расходы. Так, вопрос в том, что вот реально кейсы есть такие, чтобы все собрались, сказали, вот, нам нужно такое сделать, давайте делать. Все собрали, выделили там по чуть-чуть, по копеечке, получили результат. Я такого пока не видел. Вот, 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 когда это случится, по-вашему? Если позволите ответить на этот вопрос. У нас просто таких кейсов много, как раз, вот, вот. Многие компании, например, «Татнефть», у нас в разделении СОЭК «Антиннефть» открыла небольшое, она как раз-таки именно занимается сопряжением. Верно, вы заметили, что это большая причем проблема. На данный момент она решается именно отдельными компаниями по решению их конкретных задач. То, что эти кейсы можно масштабировать потом в дальнейшем, как раз-таки, мне кажется, задача малого бизнеса найти тот самый бизнес-опротюнити и потом уже начать масштабироваться. То есть, если перейти от решения какой-то одной конкретной чьей-то задачи к созданию продукта на рынке. Ну, в сентябре этого года мы, кстати говоря, планируем открытие такого, как инкубатор, только на эту задачу мы решили посмотреть по-другому. Мы назвали его «Корпоративный инкубатор». Приглашаем сейчас корпорации, которые будут ставить там задачи, чтобы команда резидентов, команда студентов университета на полис, ну и просто вообще любые команды, которым это интересно, могли бы там решать свои задачи и создавать стартапы, если бы новые подрешения, как брать его задачи. Но эта идея, посмотрим, как получится. – Разрешите вопрос к Паршину Константину. Вот серьезное ограничение для бездетства в Столково было необходимость менять юридический адрес. В этом году вот должно было быть снято это ограничение. Можете рассказать все эти новости об этом? – Ну, год еще не закончился, но… Главное – новость. – Какие перспективы? – Если будете держать пальцы с крестиком, давайте там… – Все-таки вы создавали сроки апреля, потом это сдвигалось. Вы можете сказать, какие перспективы? – Ну, давайте так. Я здесь не для того, чтобы критиковать там работу уважаемых структур, которые занимаются, заготовочные дети в этой стране. Нам тоже хотелось бы, чтобы было бы раньше. Вот сейчас на наш год более юристично были про сеть. – Спасибо. – Ну, придется в этом году. Хотя… уровень интеграции различных региональных площадок, технопарков присутствует в развитии. Сколько сейчас очень высокий у нас, если говорить о предметах, у нас есть огромное количество, не то, что примеров, а вот реальных, прям таких работающих, развивающихся компаний, которые находятся в географической, не в Москве, и, значит, юридически не в Москве. У нас есть эта компания, которая на двоих там все на полисе продавец приютили, помогали там и там. Поэтому дожидаться, наверное, вот этого изменения в 44-х человек ПЗ, прям ждать не надо. Надо просто говорить, я готов с вами где-то пообщаться и какой-то сценарий предложить. – Спасибо. – Разрешите еще один вопрос. Татьяне сказали, что будет… – Коллеги, можно попросить? Вот сейчас молодой человек задаст вопрос. – Здравствуйте, коллеги. – Здравствуйте, коллеги. Силун Гусинка, Северсталь. В отличие от Сибура, который деятельно отличился от первого споддержки, Северсталь с большим интересом внеслась бы к поддержке в зоне развития регуляторной базы и преодоления регуляторных ограничений. Мы во внедрении новых технологий в неполный список тех ограничений, с которыми мы столкнулись. Роскомнадзор не признает обезличивание медицинских данных при коммерческих организациях, только для бюджета. И понятно почему, по идее требования одинаковые. Ростехнадзор запрещает выдачу электронных наряд допусков для горно-металлургической промышленности. Далее мы не можем, например, доставлять дронами грузы, потому что нельзя. То есть только в пределах заводской территории. Это очень краткий список. Понятно, что внедрение новых технологий очень часто сталкивается с вот такими регуляторными барьерами. Я благодарен вашему константину за то, что какие-то усилия в этом предпринимаются. Надеюсь, мы будем в этом направлении работать дальше. Но вот явно недостаточно. И вот здесь поддержка очень пригодится. Спасибо. Я присоединись тоже, а сибора, может быть, не совсем в концернном поле. Как раз таки вот поддержки в этом направлении мы тоже очень ожидаем. Наряд допуска и все эти задачи, они у нас абсолютно идентично присутствуют в наших производствах. Коллеги, ну вот здесь я хотел бы прокомментировать, как, опять же, проект Норфинский антический центр Российской Федерации, мы как площадка видим вот те движения и достаточно комплексным людям то, что происходит в рамках как раз вот этих инициатив. И здесь не то, о чем вы говорите. Это в большей степени не мера поддержки, но в большей степени все-таки регуляторика и нормативные регулировки. Вот. И здесь это немножко средств другой дискуссии. Он правильный и действительно с этими вопросами можно выходить. И это вопрос вот именно там нормативки и изменения. Вот то, о чем говорил Константин. Максимально быстрое реагирование нормативно-правового поля на изменяемую, то есть на динамично изменяемую среду. Да, это вот то, о чем говорил очень хорошо Константин. Здесь согласен. И здесь вопрос вот, который вы озвучили, он действительно актуальный, решается в рамках норматики. То есть это вот, это куда? Можно короткий вопрос. Татьяна, вы озвучили. Размеры грантов по конкурсам АТИ до 20 миллионов рублей и сказали, что будут еще выделяться гранты по поддержке цифровых платформ. Можете сказать на смене грантов выделяем по цифровой экономике? Спасибо. Спасибо за вопрос. Майка, уточнение. Возможно, у вас была техническая оговорка. Я говорила не про конкурсы НТИ, потому что НТИ это совсем такая узкая, своеобразная история. Мы говорим сейчас про конкурсы в рамках цифровой экономики. Значит, что касается конкурсов по поддержке цифровых платформ. Это конкурсы, отвечу коротко, чтобы никого не задерживать. По программам старт и развитие. Старт от 3 до 5 миллионов рублей. Развитие до 20 миллионов рублей. Условия те же самые, что я озвучила. Специфика будет только в тематике проектов, которые мы будем набирать. Коллеги, еще вопросы есть? Да. Я благодарю всех за замечательную дискуссию, которая у нас получилась в первую очередь. Благодарю всех участников дискуссии за интересные доклады. Благодарю вас, коллеги, за интересные вопросы и за проявленное внимание к этому форуму. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Благодарю вас. Да. ology o n Продолжение следует... 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 Продолжение следует...